всем привет в данном видео поговорим о разных вредителях которые живут в огороде в саде дома и так далее вредителей много это улитки слизни медведки каралатские жуки а также и муравьи также портят муравьи газон траву тротуарные дорожки когда живут муравьи на участке повышается кислотность почвы на участке для муравей может быть хорошим питанием рассада сеянцы также с удовольствием муравьи поедают ягоды овощи и сладкие корнеплоды 1 стадо муравейная способна уничтожить тысячи семян и самое неприятное то что муравьи мурашки привлекают на участок к нам в сад это три огромные колонии петли высасывают соки из растений наших деревьев и таким способом уничтожают наш сад приводят гибели и так далее кстати муравьи приносят немного и пользы они уничтожают улиток слизней и так далее но все же они вредят нам больше чем приносят нам пользы поэтому надо с ними бороться хотя бы с участка уничтожать на 70 процент в данном видео я покажу и расскажу как я лично уничтожаю и борюсь с муравьями на своем участке своими способами все способы которые я покажу они все рабочие на сто процент конечно можно пользоваться токсичными препаратами они бывают в виде порошка и в жидком виде шприцах у меня также имеются вот данный препарат в виде порошка тоже токсичный но данного порошка токсины тока отпугивает муравьев и все всего лишь а так они дальше живут у тебя на участке просто чуть-чуть подальше а уже в жидком виде препарат токсичный вот этот допустим шприцы у меня бывают еще шприцы зеленого цвета данный препарат очень эффективны муравьи его кушают носят кормят свою королеву матку и у них потом желудки начинают пухнуть и лопают и таким образом матка умирает и вся армия муравьина также умирает данные препараты конечно очень эффективные нельзя пользоваться ни в коем случае данными препаратами в огороде в тепличнике там где растут наши растения которые мы будем потом сами употреблять кушать если мы будем пользоваться данными препаратами в этих местах мы сами будем кушать эти токсины которыми мы сами обработали муравейники конечно данными токсичными препаратами можно пользоваться в тех местах где тротуарные дорожки и так далее и так в некоторых случаях просто можно взять раскопать муравейник и в середину муравейника насыпать пищевой соды или стирального порошка это тоже иногда работает и так еще один покажу вам рецепт которым я пользуюсь иногда тоже помогает берем 5 литров воды и берем 40 миллиграмм аммияка так сказать нашатырного спирта и заливаем эту бутылочку прямо в наше ведро в воду вода слегка аж пожирнела теперь берем и перемешиваем данный препарат который у нас получился он состоит из спирта так как в нашатырном спирте присутствует спирт спирт быстро испаряется как только сделали это средство сразу надо идти обрабатывать муравейные все ходы выхода и так далее не считая того что спирт быстро испаряется после того как мы обработаем муравьиные дорожки ходы выходы все он эффективным остается надолго данным препаратом можно пользоваться очень экономно заправить в бутылочку и опрыскивать муравейники вот таким принципом просто и эффективно данным препаратом можно обрабатывать не только огород но и можно обработать дома клинтуса помыть пол и таким принципом выгнать с дома муравей данный препарат он не вредно для здоровья следующий рецепт заключается в том что нам нужна кожура от бананов вместо кожуры от бананов можно использовать сахар сахарную пудру у меня это неэффективно я уже пробовал а кожура от банана в этой смеси очень эффективная поэтому берем банановую кожуру и режем маленькими дольками когда порезали банана кожуру на такие дольки ложим в контейнер теперь берем борную кислоту засыпаем ее в банановую кожуру здесь 7 бананов порезано и я всыпал 100 грамм борной кислоты теперь закрываю контейнер и делаю вот такие движения теперь когда тщательно перемешали борную кислоту с банановой кожурой надо поставить в темное место хотя бы на один час чтоб данная смесь постояла бананная кожура пропиталась бы борной кислотой потом берем кусочки банана кожуры и раскладываем вот таким принципом в тепличнике в огороде можно разложить кусочки кожуры от банана вокруг дома вот таким принципом и так далее после того как мы разложили банана кожуру сборной кислотой в огороде в тепличнике вокруг дома начнут муравьи кушать банана кожуру вместе сборной кислотой затем кормить свою королеву матку пройдет некоторое время королева погибнет и затем все семейство муравийное тоже погибнет и таким принципом мы избавимся от муравьей не только в огороде но и дома если муравьей не будет возле дома значит не будет и дома и так еще один покажу вам рецепт берем кусок гектарного мыла а лучше два нерафинированное подсолнечное масло 150 грамм и 150 грамм уксуса уксусной кислоты и 5 литров воды теперь берем кусок мыла и измельчаем его на тарке вот таким принципом если нету гектарного мыла можно пользовать хозяйственное тоже подходит но лучше конечно такое дальше берем 5 литров воды засыпаем наше мыло вливаем 150 грамм уксуса также вливаем 150 грамм не рафинированного подсолнечного масла эту всю смесь перемешиваем вот таким принципом и даем постоять сутки в темном месте потом переливаем в лейку и обрабатываем те места где больше всего ходят муравьи где их на и скопление муравейники и так далее данным препаратом данный препарат поверьте мне очень хороший и очень эффективны но злоупотреблять также не надо так как он кислит почву данном видео я показал несколько способов которые на сто процент эффективнее надеюсь кому-то я помог данной информацией а на этом у меня все всем спасибо за внимание всем пока